Виктория Коваленко не живет в своем доме на Куйбышево почти три года после пожара. Теперь здесь развалены и надвигающаяся стройка. Одесситка ждет переезда в новую квартиру от строителей. Там нет газа, воды и света. Да и район далеко не центр города. Мы единственные остались в этом квартале с детьми. Но обещают, якобы, что на следующей неделе вопрос будет закрыт полностью. Мы в тупиковой ситуации. Если мы не возьмем сейчас это жилье, мы просто будем добиваться своего жилья, потом только через суд, потому что наше основное жилье уже снесено. На месте дома Виктории построят новый торговый центр. Проект строительства, детальный план территории уже обсудили на градсовете. На первый этап предусмотрим размещение торгового центра двухэтажного с общей торговой площадью 3683 метра квадратных. Будет в торговом центре и паркинг на 200 мест. Правда, транспортную проблему и это не решит. Как можно создать такую громадину в месте, где и так ни проехать, ни пройти? Но это же ненормально. А еще на месте строительства находились два памятника архитектуры. Фактически оба уже разрушены, но юридический статус остался. Однако, по мнению некоторых специалистов, в этом случае начинать работы нельзя. Главный аргумент сторонников строительства – район необходимо приводить в порядок. Сейчас здесь свалка и развалины. И если не принять детальный план территории, жители соседнего новостроя даже не смогут получить документы на квартиры. Согласовывая сегодня ДПТ у границы Кремовского квартала, мы фактически узыканиваем на хвострой, который уже, в принципе, построен, наполовину построен. Мы понимаем, что основания для строительства не было. Однако, в итоге, в поддержку проекта проголосовало большинство членов градостроительного совета. Алия Замчинская, Александр Пережирин, Первый городской.